Вилеш Тилвилд, Голос погибшей вселенной, Мир Арниса, Созание искусственного интеллекта, Я когда-то знал этот язык, он был удивительно звучен, я еще и сейчас иногда слышу сквозь сон, Зардак, Нхат Пси, Зардак, Так в детстве мне случалось слышать, Агитин Шаббат Ингитер Юр, Ашей Нир Яд, Я Тили, И тогда ко мне возвращается давно и прочно забытое, Лаутроп, Что-то есть в этом ответном от, Мир вам под звездами от идущего дорогой любви, Но в земных человеческих языках мне все еще трудно отыскать соответствие, своему ночному имени, Зардак, Я только догадываюсь, что означает оно, идущей тропой сновидений, и теперь древний язык начинает звучать по-новому, как если бы я возвратился на свою родную дорогу, как если бы я не сбился однажды с пути, но однажды с пути сбился не только я, человек, но и все человечество, столь печальное планетарное скопление прежде падших богов, которые теперь и не помнят о своих разорвавшихся на части мирах, Потому что не желают по-прежнему просто за них отвечать, и только совсем немногие с кровавым вожделением в голосе азартно смеются и неистово радуются. Милейшие дамы и господа, разрушение нашего совместного мира должно быть столь же восхитительным и по-своему неописуемо ярким, как и его зарождение. Нам повезло, нам страшно повезло, мы будем восхитительно разрушаться вместе с восхитительно разрушающимся миром. Мы, и уже больше нет говорящего, очередного, восхитительно разрушившегося за одно только мгновение. Вот примерно так же современные лингвисты пытаются разрушать мой древний язык, расшивая его на отдельные гласно-согласные, перебирая, как четки, его слуги и разрывая отдельно непроизносимые фразы. Мой древний язык был величественным языком идиом, словосочетаний, одинаково понятным и людям, и птицам. На моем языке нельзя было просто произносить мхат-пси, отдельно от всего остального, что так неумно, но старательно делают сегодня многие исследователи, поступая, по меньшей степени, неразумно. Нельзя сегодня выделить в отдельную мысль то, что у древних без слова зардак было просто непроизносимо. Стремление нынешнего мира понять мир вчерашний, увы, иногда куда как более чем стремительно. В этом стремлении мы проносимся мимо древних, аж ты ландервельт. Ведь кому еще можно было желать, не перехитрить судьбу, как не таким же, как я, идущим тропой сновидений. Ведь прежде, во времена существования моей личной вселенной это же пожелание переводилось иначе. Не упусти свое собственное видение на тропе сновидений, на что и полагалось таким же, как я, отвечать. Лаутроп, то есть, мир вам под звездами от идущего дорогой любви, от идущего Вестника, пришедшего в полное согласие с самим собой на бесконечной тропе собственных сновидений. Вестником обычно выступал Арнис. Арнис — это птица, — тревожно спрашивал меня мной многолетний соавтор Игорь Сокол. Птица, птица, соглашался я, не придавая огласки ни Арниса, ни Сорника, ни Мурлона. Теперь, когда читатель проник в тайну того, что было со мной, а возможно и с ним самим, прежде я пожелаю ему, чтобы он однажды обрел тот душевный покой, который так долго и так болезненно стремлюсь обрести я, сам по своей природе, такой же Вестник, не успевший сообщить жителям своей вселенной о грядущей безоплагательной катастрофе, которую только упомянутый ранее так внезапно погибший циник мог называть прекрасной. В той катастрофе мир словно замер, нет, для меня, и поныне живущего, та прошедшая катастрофа так и осталась ужасной, и теперь полного осуществления себя прежнего я смогу достигнуть только тогда, когда сольюсь со своими разнородными видениями прошлого, в котором у меня были и высочайшие титулы, и величайшие доверия от имени тех, кто-то из которых больше уже никогда не придет. Они так и замерли в своем возрасте и в своих так и несвершенных деяниях, как, например, Арнис, мир вам под звездами от идущего дорогой любви. Я отащу к вам пути, ваш жрец, ваш Вестник, ваш прокурор, ваш скорбный летописец и ваш отвергнутый маг. Пока вы не пришли разрушать мир моих земных сновидений, я как никто иной знаю, что однажды эти сновидения выйдут наружу, ведь шило в мешки не утаишь, и их земная материализация, назовите это так, хотя на самом деле все будет иначе, убедить скептиков, что существовали предтечи нашего земного мирка, на который мы сбились, спрятались сами в себя переждать. Но если только все это так, то пережидать себя нынешних нам предстоит целую вечность. И все только потому, что мы плотно прикрыли за собой занавес в прошлое. Что поделаешь, когда современное человечество начисто забыло свой единый древний язык? Нхат пси, зардак. Лаутроп тебе, человечество. Я же когда-то знал и древнюю пиктографическую тайнопись тех, кого уже не вернуть. Я читал ее бегло и расторопно, не запинаясь ни в едином месте, как это делали позднейшие жрецы, и как даже этого не способны сделать современные научные головы, все эти многочисленные светила, светочие авторитеты. В своей прошлой вселенной я безжалостно изничтожал подобных авторитархов смехом, ибо только его с моей стороны заслуживали они в прошлом. Что и говорить, сегодня я уже ведаю, что еще вчера и в этом своем я был прочно и погрешимо неправ. Ну хотите, я скажу сейчас, что каюсь, но тут же замечу, что не они, авторитархи, способны убеждать меня в том, что всякая полночь просто объелась пирожков с гуталином. И вы в это не верите, так же как я сегодня могу поверить в то, в чем меня и вас пытаются убеждать, например, нынешние авторитархи, прочно утверждающие, что никогда ранее не существовало прежде разрушенных вселенных и даже мельчайшего космического праха некогда рассыпавшейся планеты, легендарного Фаэтона. В отличие от них, я иногда еще пытаюсь читать пришедшие ко мне сквозь обрывки снов криптограммы, и тогда я снова узнаю и выпуклую восьмигранную звезду с четырьмя двойными крестами и кричащие о себе треугольники с въехавшими в них трапециями, а на поперечном разрезе любого спелого яблока вижу правильный, пятигранник пятиконечной звезды, олицетворяющий меру космического в человеке земном, а не том, которого искусил яблоком легендарный библейский змей. Затем идут знакомые споры второй человеческой дикости известные всем традиционалей, например, окружность с точкой внутри, либо просто окружность. А ведь в первом случае это не просто, только в год активного солнца, а во втором, солнечный круг, нет, я уже сказал выше об этом. Характерными для моей погибшей вселенной были и графические идиомы, перечитывая которые, даже с теми искажениями, которых я сразу, в попыхах при записи, по памяти просто не замечал. Я узнавал последние послания тех, кто погибал в мире, которые я, как и каждый из явившихся на Земле, однажды предал. А в те далекие, последние перед катастрофой моего нездешнего мира ночи я носился и блажил по бесконечному городу на безрулевой мотошляпе с азотно-водородным двигателем, который только что был изобретен. Изобретение этого двигателя на азотно-водородном синтезе как ничто иное сознательно сдерживали жрецы, ибо при их работе этих двигателей происходил синтез макромолекулярных амеб, которые провисали многокилометровыми нитями над их прежде экологически чистым миром. И эти амебы постепенно превращали мой разрушенный мир в сморщенное, страшное, уродливое существо, пожирающее эмоции тех, кто позволял себе, самые малые дозы отчаяния, слабости, безнадежности. Ведь в том прежнем моем мире жизнь была куда протяженней, чем нынешняя жизнь у землян. И вот эти страшные эмоциоскопические макромолекулы постепенно все более плотно окутывали мой мир усиленным до безумия ужасом, который однажды и сотворил в моей прежней Вселенной столь невероятный для условий наказанных на Земле землян Армагеддон. И этот Армагеддон и поглотил и голоса погибшей Вселенной, и ее, пиктограммы, и саму память о ней. Мой мир превратился в объятый ужасом и населенный ужастиками гибнущий межпланетный корабль, и могучий всеразрушающий хаос раз и навсегда разнес его на куски. Но разнес ли, или тогда так только казалось? А пока переднее крыло моей мотошляпы, под которым вместо колеса лихо крутилась моя широкополая осенняя шляпа, вдруг стала вытягиваться вверх и разламываться пополам. Оно было первым, что желал немедленно поглотить растревоженный человеческим ужасом ненасытный Вселенский хаос. И тогда я решил возвращаться в мегаполис, от которого в ту ночь я отъехал более чем достаточно. Но когда я попросил у одинокого ночного прохожего указать мне дорогу назад, то он мне указал ехать вперед. Ты ведь, зардак, в своем деле Колумб, и неважно, откуда ты начинаешь. В любом случае твои открытия впереди, они ждут тебя, и что тебе толку упрямится? Ты имеешь на это не более прав, чем я на то, чтобы быть случайным пришельцем в твоем сне инициации. Хорошенько запомни меня. Я курчав, как и в пору моего цветочного владычества. И ты судил меня однажды, на планете цветов. Как же тогда, прокурор Зардак, ты был неправ. А таком, странник, не надлежит толковать по ночам. Я бы хотел потолковать с тобой днем. Скажи только, как зовут тебя, Стазиш? Меня зовут Стазиш. Мы встретимся с тобой в настоящих земных сумерках. Но запомни, Зардак, ты сам этой встречи желал. Береги шляпу, Зардак, прокуратор Вселенной. Береги ты голову, Стазиш. Очень позднее предупреждение. Увы, из-за тебя, Зардак, своей головы я уже и однажды не снес. И тут Стазиш скорбно снял с себя свою курчавую голову и резко швырнул ее прямо под мотошляпу. Таким был сон.